Всем привет! Я Кристина. А я София и сегодня мы будем заниматься лукаворством. Я не переношу это название, но вот что оно значит. Чем будем сегодня делать? У нас сегодня грандиозные планы, у нас будет миллион ракушек, даже жемчужины, потому что мы будем есть мидии в больших количествах. Пошлите ловить мидии вместе с нами. Сегодня вы увидите местные мидии с трех интересных и различных сторон. От лица местных жителей окунитесь в жизнь людей, которые занимаются сбором мидий. Они поделятся своими кулинарными секретами. Глазами туристов. Почувствуйте атмосферу беззаботного отдыха, когда мы вместе с вами чили на солнечном берегу и наслаждаемся незабываемым вкусом местной кухни. Попробуйте настоящие деликатесы, которые станут приятными воспоминаниями вашего путешествия. С точки зрения производителей, познакомьтесь с процессом выращивания и сбора мидий на специализированных фермах. Присоединяйтесь к нам и мы вместе узнаем, что делают локальные продукты этого места по-настоящему уникальными. На, иди ловить мидии. Местные жители посоветовали нам отправиться в море, чтобы попробовать найти мидии. Эти моллюски обычно растут в прибрежных зонах, прикрепляются к камням, поэтому мы решили отправиться на пирс и поискать их там. Также они любят сидеть на заброшенных конструкциях под водой и причалах, где есть хорошая циркуляция воды. Ну, похоже, кто-то собрал все мидии за нас. Офигеть! Да! Мы поедем в ракушку! Это мы будем есть. Однако мы не отчаивались и продолжали искать дальше. Ребята, мы искали медь, нашли золото, здесь растут устрицы. В большом количестве и, мне кажется, их уже кто-то собрал. Так, это у нас устрицы. Но это скрытые устрицы, их уже кто-то собрал, вырвал и здесь остались лишь их ракушечки. Точнее, остатки ракушек. Вообще, что-то с морскими обитателями нам уже второй выпуск не везет. Мы нашли ноль больших мидий. А еще нас предупредили, что по местным законам с июня по конец августа запрещен вылов мидий. В принципе. Но мы не расстраиваемся и идем в гости к местным, чтобы научиться готовить мидии по их рецепту. Надо будет узнать у них, где они их покупают. Оказалось, это совсем не сложно. Первым делом нам нужно проверить на свежесть наш продукт. Мы проверяем, чтобы створки всех мидий были закрыты. Удаляем ножку и промываем. После перекладываем все мидии в глубокую сковородку и отправляем на огонь. Нужно дождаться, чтобы все они открылись, выпарилась лишняя вода и моллюск стал более яркого цвета. Тогда они точно готовы. Да, то, как готовят местные, это просто и быстро. Давайте теперь найдем, где в городе можно недорого и вкусно поесть. Мидия в других вариациях. Добрый день, сейчас мы в центре города и нам нужно немножко приодеться, я считаю, потому что мы не очень похожи на туристов. Там мы выглядим совсем не как туристи. Это не из-за того, что у нас нет красного загара, а просто потому что наши образы выбиваются из толпы. Музыка Музыка После шоппинга хочется уже поесть нормальный соус, поэтому сейчас мы вместе с вами отправляемся из самой вкусной мидии в этом городе. Музыка Почему мне понравилось это место? Потому что здесь, прямо при вас, готовят наисвежайшие мидии с фермы, которые находятся в Девноморске. В Меленджике сильно распространена культура потребления мидии. Попробовать вы их можете чуть ли не в каждом заведении города. Ну а полный список кафе и ресторанов с понравившимися нам блюдами из моллюсков вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Как вкусно! Как вкусно! Мои представляете, как вкусно! Это мои любимые видео с сырным соусом. Там еще есть соус в том и ям, в белом вине. И что-то еще. Есть еще самое вкусное в мире картошка крии с самым цельным сырным соусом. Это лайк. Да вообще, вот эта вот сеть, она по Черноморскому побережью распространена. А это самые вкусные мидии. Они выращиваются прямо в Черном море. Смотрим, как надо есть мидии. Мы берем лимончик. Берем лимончик. Вот так вот. Вот так вот сначала делаем. Обязательно. Проверяем. Извините. Проверяем, чтобы все мидии были открыты. Это важно. Это значит, что они свежие. И берем мидии. Можно вилочкой, можно второй мидией. Но я люблю милочкой едим мидией. Но именно соус стал лучше. Типа он в прошлом году был какой-то жидкий. А в этот раз прям насыщенный такой. Обожаю костер. Реально. Это, он такой. Здесь смесь сыров, чесночок. Мы уже побывали на туристической локации. И узнали, как отдыхающие видят мидии. Но сейчас мы едем кое-куда, где ракушки будут находиться прямо под нашими ногами. Возможно, вы уже заметили отсылку из выпуска про рыбу. Сейчас с нами подъедет капитан, и мы поедем смотреть на первый Минди. Да, я думаю, вы уже догадались, что мы на том же самом месте, где рассказывали вам про форелевое хозяйство. Однако, это уникальное место. Здесь Минди и рыба производятся вместе. Давайте теперь узнаем, как растут мидии на ферме. Здесь у нас произошли некоторые проблемы с записью звука, так что сейчас я быстренько расскажу. Итак, мидийная имплантация включает конструкции, известные как коллекторы, которые представляют собой сетчатые веревки, которым крепятся моллюски. Нижняя часть каната фиксируется бетонными якорями, а верхняя поддерживается буями. Коллекторы размещаются так, чтобы обеспечить удобный уход за мидиями и их сборами. Эти моллюски очень плодовиты. За сезон одна взрослая особь выпускает свыше 10 тысяч яиц, которые, будучи успешно оплодотворенными, превращаются в личинок. После некоторого времени, проведенного в планктоне и достигнув 0,2-0,3 мм размера, личинки находят подкадающее место и прикрепляются к коллектору с помощью бисуса на всю жизнь. Моллюск добывают пищу зоопланктон и фоторасстанется самостоятельно. Летруя при этом воду из моря. В марте месяца было оседание. В течение года она подросла и достигла размера порядка 7-8 см. Вот видите, будем цеплять и поднимать полмощи лебедок по вот этому жалобу вот в этот механизм аппарат. Это аппарат предварительной очистки мидии. Это барабан, который крутится. Здесь тоже другая часть барабана с лопастями резиновыми, а здесь металлическими. Они развивают сами грузы мидийные, отделяют мидию. Она становится здесь как семечки, рассыпчатая. Здесь происходит очистка и потом все это идет вот сюда на калибратор. Где-то цепь, монтировка мидия. Здесь более мелкая мидия, насыпается он туда вниз. А уже товарная вот в этой части обливается и сыпется сюда в ящик. До торговой точки нужна еще одна очистка мидия, более чистая. Обычно в цехах у нас тоже есть такой аппарат, который чистит ее до блеска. В данном мидии ботовика его устраивает вполне вот такая очистка. Почему? Потому что у него есть свои цеха. Он принимает вот эту мидию. Мидировочные столы он ее прогоняет. Тоже отделяет крупную, среднюю. И средняя у него идет, допустим, по одной цене. А крупная идет уже по другой цене, возможно, в ресторанах. Я сейчас закрываю гештальт и смотрю на мидии, которые выросли в Черном море. И не просто смотрю, но и еще, ребят, пробую. Теперь мы, наконец, выяснили, где местные покупают мидии. Оказывается, свежие черноморские мидии свободно можно купить в рыбных магазинах. Только на побережье Геленджика существует несколько плантаций, на одной из которых мы побывали. Лично мы обожаем мидии. Надеемся, что и вы. Этот выпуск уже подошел к концу. Пожалуйста, лайкайте нас, отправляйте видео друзьями. И еще обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, телеграм-канал, где вы можете увидеть больше интересной информации про заведение города и бакстейду со съемок. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok